В России сегодня отмечают День инженерных войск. Инженеры в погонах выполняют десятки задач от наведения мостов до ремонта техники. Елена Щербакова о войсках, которые основал еще Петр I. Они не лучшие стрелки, не мастера рукопашного боя, их редко называют героями и показывают по телевизору. Но без этих подразделений другие родовойск вряд ли бы обошлись. Основная задача – это инженерная разведка противника и его действий, а также поиск и обнаружение взрывоопасных предметов, которые могут быть установлены на путях движения, местах расположения, дислокации войск. Разминировать местность, соорудить переправу на водных преградах, вырыть траншею – это все они, инженеры. И это все очень нужно во время боевых действий. А вот в мирное время одна из основных задач инженерных подразделений – это ремонт, в том числе обмундирование. Это место напоминает швейную фабрику. На самом деле это цех по ремонту средств бронезащиты. Сюда привозят изношенные бронежилеты, вытаскивают из них металлические пластины и шьют для них новый чехол. 12 часов и бронежилет от нового не отличить. Сюда бронежилет попадает примерно через 5 лет с начала эксплуатации. После ремонта он прослужит в два раза дольше. Другая ткань, там есть уже водоталкивающая пропитка, более устойчивая она. Помимо рисунка. Да, помимо рисунка. Ну и этот бронежилет будет служить дольше. Специалисты из соседнего цеха отвечают за проверку и ремонт приборов. Точность – главное оружие военных. Если врут весы в солдатской столовой, это грозит максимум отравлением. А вот если давление в барокамере выше нормы, то здесь и до летального исхода недалеко. Поэтому военные инженеры на месте редко находятся и ездят в части внутренних войск по всей Сибири, чтобы все приборы были исправны. В первую очередь, что проверяется? Как обычно, предохранитель, начиная с этого и так далее. Ну и, соответственно, замеряются те или иные параметры, тестером, мультиметром. Все. И выявляется та или иная неисправность. Без специального образования на службу в такие подразделения не попасть. Каждый специалист здесь на вес золота. Елена Чербакова, Борис Гладких, Новости ОТС.